Собрать максимально широкое количество мнений о проблематике, о постановке задачи и, может быть, уже первых предложений по решению тех проблем, которые существуют, которые накопились на сегодняшний день в Тульской области. Мы специально не давали готовые текста, чтобы вы не реагировали на то, что уже наработано в правительстве, но вы хотели на первом обсуждении все-таки услышать что-то новое. Наша задача по итогам работы нашей группы через два месяца получить основные направления, которым будет руководствоваться область правительства в течение ближайших пяти лет. Поэтому, чтобы сразу перейти к конструктиву, предлагаю, наверное, мы вместе с Геннадьем Александровичем смодерируем, всем участникам, поскольку нас не так много, предоставим возможность высказаться. На их взгляд, какие наиболее острые и важные проблемы нам необходимо будет проработать в течение грядущих двух месяцев. Многие источники уже и физически, и морально устарели. Тепловые сети зачастую имеют огромные потери, и так далее, и так далее. То есть нужно сегодня максимально вкладывать в жилищическое хозяйство. Как тепло, как вода, стоки и все остальное. Потому что другого, наверное, сегодня не дано, чтобы получить эффективное жилищно-канарное хозяйство. Большая, если честно, озабоченность и выдывает у нас водоснабжение, водоотведение. Поскольку на сегодняшний день планировалось передать в концессию объекты по Суворовскому району, соответственно, там конкурс не состоялся. Опять же, связано с тем, что это и большой износ, и большие вложения, и, соответственно, процесс окупаемости этих вложений, на самом деле, целая окупаемость этих вложений, на самом деле, составляет очень длительность. Необходимо проводить инвентаризацию без хозяйных сетей, необходимо ставить тех на учет, необходимо регистрировать и находить обслуживающие организации. То есть вот эта проблема тоже волнует. И вторая проблема – это проблема застройщиков, которые, застраивая комплексы, затем бросают оборудование. Жизненный срок лифта определен в 25 лет. Ну, потому как застраивался город Наши Тулы и, наверное, Московск, там, в других городах, где есть дома девятиэтажные, вы понимаете, что они практически все, в общем-то, выработали свой срок или подходят к этому. Эти лифты должны быть заменены. Ливная организация вообще не работает. Идет сразу по трубару, все смывает, буквально все, и подходит к нашему дому, хорошо здесь газоны. А здесь сделаны специальные такие клубы, пять лет тому назад. Это все разрушается. Можно сказать, что это первая рабочая группа, и мы начали обсуждение программы развития именно с вопроса качества жизни граждан. Это тот приоритет, который Алексей Игнатьевич Дюмин назвал основным для всей программы развития. Начали мы с жилищно-коммунального хозяйства. Очень широкая проблематика. Это и повышение эффективности и доверия со стороны жителей города Тулы и жителей городов Тульской области к управляющим компаниям. Это и состояние лифтового хозяйства, состояние коммунального хозяйства. Это возможности использования программы «Народный бюджет» для решения и текущих, и стратегических задач развития коммунального хозяйства. Очень важный вопрос, который сегодня подняли коллеги, это привлечение частных инвестиций, может быть в форме концессии или частного государственного партнерства, именно к решению проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.